МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот недавно появился еще один маркер отношения к фашизму. И вот уже мы слышим еще недавно совершенно невозможное. Тебе уже не страшно, когда ты видишь, как вскидывают руку в фашистском приветствии? Ты готов обсуждать, что хуже, коммунизм или фашизм? Ты согласен со сносом памятника жертвам фашизма, а потому что он не вписывается в городской ландшафт? Тогда иди к нам. Вот что происходит сейчас. И это по-настоящему страшно. Каждый год на День Победы тысячи наших соотечественников снова и снова идут на Берлин, где прямо на центральных улицах города поют военные песни. А это снова наши. Уже у Рейхстага исполняют песню «День Победы». Наши люди каждый год устраивают в Берлине и акцию «Бессмертный полк». Вот так гордо они шагают с портретами своих погибших дедов. Многие ругают таких энтузиастов. Говорят, что это, мол, некультурно. Хватит троллить несчастных немцев. Они давно покаялись и за все расплатились. Однако редакция нашей программы считает, подобных акций нужно устраивать больше. Каждый житель нашей страны просто обязан снова дойти до Берлина, чтобы напомнить забывчивым европейцам, кто освободил их от фашизма. Потому что в последнее время память их сильно подводит. Посмотрите, это памятник советскому солдату-освободителю в Пловдиве, втором по величине городе Болгарии. Во всем мире его называют просто Алеша. Мемориал простоял здесь ровно 60 лет. И вот теперь болгары предлагают его уничтожить. А на этом месте поставить какой-нибудь развлекательный центр. А вот еще один известный памятник советским воинам-освободителям. Он находится в центре болгарской столицы. Неделю назад там собирались, как они сами себя называют, прогрессивно настроенные болгары. С табличками «Демонтаж» и под русофобские лозунги они наклеили на монумент плакат «Стоп! Кремлевская агрессия». А рядом поставили флаги Евросоюза. СССР оккупировал Болгарию и установил там советскую власть. И мы помним, что Болгария была оккупирована с 45-го года. Очевидно, в Болгарии забыли, как советские солдаты ценой своей жизни спасали их от фашистов. Короткая память оказалась и у поляков. Только посмотрите, вот так на прошлой неделе в польском городе Отщанка бульдозерами они сносили мавзолей на месте братской могилы советских солдат. И это делают не какие-то террористы ИГИЛ, а христиане. В своей ненависти ко всему русскому и советскому поляки переплюнули даже украинцев. Летом власти Польши приняли закон о сносе всех памятников советским солдатам. А все потому, что, по мнению польских чиновников, Россия – агрессор, а Советский Союз – оккупант. Из-за многолетней пропаганды простые поляки нас теперь ненавидят. Посмотрите, вот такой опрос на улицах Варшавы провел британский журналист Грэм Филлипс. Послушайте, что о нашей стране думает польская молодежь. Мне не нравится Россия. Не моя любимая страна. И они там пользуются плохими методами. У нас в Польше русские находятся здесь и после войны. Их методы они не приемлят. Это дикая страна. Они не могут жить с другими людьми. По моему мнению, у них дикая натура. Я не люблю Россию. Не любите? Почему? Не знаю. Потому что. Как вы относитесь к России? Не очень. Не очень хорошо. Если Россия победит Украину, следующей может быть и Польша. Слушать такое обидно. Но простых поляков можно понять. Им годами внушали, что мы с вами плохие и виноваты буквально во всех их несчастьях и бедах. Посмотрите. Это Антоний Мочеревич. Министр обороны Польши. Тот самый, который обвинял Россию в волынской резне. Вот что он недавно сказал на местном телеканале. Наибольшую угрозу для нас представляет агрессивная политика России, которая уже столько лет каждый раз все сильнее нажимала, а также начинала острые действия сначала в Грузии, потом на Украине, потом и в странах Балтии. Эксперты говорят, что польские власти вырастили обиженное поколение, которое считает, что все беды у человечества исключительно из-за России. Мало того, польские чиновники планируют еще и потребовать с нашей страны, внимание, репарации за освобождение от фашистов. Вот что на днях заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. С моральной точки зрения ясно, что мы не получили компенсации за тяжелые потери в результате как немецкого нападения на Польшу, так и советского, российского. И данный вопрос уже на протяжении многих лет остается нерешенным с юридической точки зрения и требует серьезных размышлений, которые, как я сказал, выходят за рамки прерогатив Министерства иностранных дел. Но если посмотреть внимательно на документы, то окажется, что польские политики плохо учили историю. Ведь именно Советский Союз помогал в послевоенные годы восстанавливать Польшу в буквальном смысле из руин. Только вдумайтесь в эти цифры. К 48-му году Варшава заключила с Москвой соглашение о поставках советского промышленного оборудования на сумму почти полмиллиарда долларов США. Причем безвозмездно. Уже к 49-му году, то есть через 4 года после войны, производство промышленной продукции в Польше выросло в 2,5 раза, а экономика больше, чем на 200% в сравнении с довоенными годами. Польша все было разбомбировано, разрушено. Кто бы это сделал без помощи Советского Союза? Советский Союз, советский солдат, ваши тогдашние главы вашей страны, они подарили Польше море. Море. У нас был такой маленький, узкий доступ к морю, до войны. Гдыня и что там? Гданск это был немецкий город, который после войны стал польским. Шчетин, Слупск. У нас море, морская граница, длинная, сотни километров. У нас это окно в мир, окно на свет. Это все из-за советских солдат, которые воевали, гибли, умирали. А сейчас на них наплевают. Такие дела. И это еще не все. В 50-е годы СССР начал строить в Польше промышленные предприятия. Посмотрите, на этих архивных кадрах Варшавский завод легковых автомобилей. Его история началась в 1951 году. Первым автомобилем стала Варшава. Польская версия советской победы. Завод долгое время был одним из лучших в Европе. Кстати, именно там начали строиться знаменитые польские модели Полонез, которые пользовались популярностью даже в Египте, где построили завод по их сборке. Мы помогали, строили, строили. Мы торговали, продавали свои товары друг другу. Но ведь Советский Союз помогал нам своими учеными. Они нам рассказывали, как это сделать, как это сделать. Развивалась наша промышленность при Советском Союзе. Ведь наши корабля самые известные были в мире. Это бы Польша не сделала себе, не помогал наш крупный сосед. Это даже не обсуждается. Сегодня в Польше об этом забыли. Более того, они нагло переписывают историю, в которой советских солдат выставляют не героями, а преступниками. Только посмотрите, какие там сейчас снимают фильмы. Это кадры из киноленты «Безымянная одна женщина в Берлине» немецко-польского производства. Именно благодаря этому фильму получил популярность миф о миллионах изнасилованных немках и польках. Картина рассказывает о молодой женщине, которая продает себя советскому офицеру, чтобы ее не насиловали обычные солдаты. После такого простые поляки искренне верят, что советские солдаты изнасиловали чуть ли не всех полек. Посмотрите, какую скульптуру несколько лет назад создал для жителей Гданьска начинающий скульптор Ежи Шумчик. Это памятник советскому воину, который насилует, вдумайтесь в это, беременную польскую женщину, при этом угрожая ей пистолетом. Своё творение этот так называемый художник пытался разместить прямо напротив танка Т-34 на Аллее Победы. Моя работа также относится к истории и советской армии, как и танк Т-34, рядом с которым она установлена. Я решил, что скульптура будет прекрасно дополнять танк. Идея появилась у меня давно и, наконец-то, воплотилась в жизнь. Скульптура советского солдата-насильника простояла в Гданьске почти сутки. Её демонтировали, но не потому, что это вопиющее проявление неуважения к памяти павшим воинам и откровенное перевирание исторических фактов, а потому что автор установил свою скульптуру воина-насильника без разрешения властей. Немцы – те самые, которые вторглись на нашу землю и убивали наших женщин, стариков и детей, сегодня тоже, как ни в чём не бывало, рассказывают новому поколению, что советские солдаты были преступниками. Посмотрите, несколько лет назад крупный немецкий телеканал показал фильм «Наши матери, наши отцы». В этой военной драме эсэсовцы показаны наивными, милыми людьми. В картине полно эпизодов, где заботливые нацисты помогают советским старикам и подкармливают детей. И, наверное, можно было бы подумать, что так оно и было, если бы не леденящие душу свидетельства того, что на самом деле творили фашисты на оккупированных территориях СССР. Посмотрите, этот снимок был сделан летом 1941 года. Весёлые молодые фашисты фотографируются на фоне голой растерзанной женщины. А так, на самом деле, эти милые парни обращались со стариками, женщинами и даже грудными детьми. Или вот, они позируют на фоне трупа, намотанного на гусеницы танка. И это те, кто столетиями говорил нам что-то про цивилизацию и культуру. У средств массовой информации должна быть ответственность за то, что они показывают, и ответственность за то, что их информационная повестка, она является пропагандой, пропаганда ненависти. А это всегда, конечно, плохо. И тем более уж в Германии, где, наверное, у них в плане исторических уроков пропаганда ненависти, у них есть большой опыт. Самое обидное, что сегодня пытаются переписать нашу историю не только западные так называемые исследователи, но и наши ученые. Посмотрите, это петербургский историк Кирилл Александров, который известен своими неоднозначными лекциями. В прошлом году его имя оказалось в центре скандала. Дело в том, что Александров успешно защитил докторскую диссертацию, посвященную армии генерала Власова. И очень многим показалось, что историк специально игнорировал преступления власовцев и самого генерала, пытаясь оправдать предателей. После защиты диссертации против историка даже собирались пикеты. Почему вы не взяли и не сходили в архив генерального штаба? Потому что я работал со всеми документами. А почему генеральный штаб не приехали? Потому что те документы, о которых выгодят, их не существует. Они есть. Они не существуют. Есть и до сих пор. А эти кадры были сделаны в июне этого года в Магадане. Здесь стартовала международная школа для молодых ученых, которая проходила в рамках форума «Петербургский диалог». И чему же учили молодых ученых? А тема звучала так, цитата, «Уроки 20-го столетия, память о тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах и современных медиа в России и Германии». Самое удивительное, что в этих конференциях не где-то, а в России принимал активное участие вот этот человек. Маркус Меккель, бывший министр иностранных дел ГДР, а ныне заместитель директора Международного фонда Фридриха Эберта, который благополучно работает в России с 1989 года. Так вот, на этой конференции, посвященной, конечно же, сталинизму и политическим репрессиям, Маркус Меккель обвинил СССР, внимание, в развязывании Второй мировой войны. Часто забывается, что Германия и Советский Союз, два государства с диктаторскими режимами, уже в 1939 году совершали одинаковые действия. Пактом Гитлера-Сталина фактически поделили мир между собой. Это означает, что фактически в 1939 году Советский Союз также начал мировую войну. В Польше во время войны с Финляндией, странах Балтии, Красная Армия совершала ужасные преступления. Мы должны прийти к признанию совместной ответственности Германии и России за жертву начала Второй мировой войны. Почему и кто пустил этих немецких, в кавычках, доброжелателей на нашу землю? Кто им позволил перевирать нашу историю и оскорблять наших отцов? Почему эти господа и джентльмены раскатывают по России и, улыбаясь, рассказывают нам, что советские воины были не освободителями, а преступниками? Что хочется сказать по поводу виденного? К великому сожалению, сегодня мы с вами являемся прямыми участниками и очевидцами испытания нового вида оружия. Причем это оружие будет пострашнее ракет средней дальности, потому что после его применения страна или целый народ перестают существовать как субъект международного права, а значит, с ними можно делать все, что угодно и без всяких угрызений совести. Оскорблять, задирать, в наглую врать, обижать память погибших. Вы представляете, какой силы это оружие, если, заслышав русскую речь, мелкий лавочник где-нибудь на краю Европы, так же, как когда-то его дедушка рисовал мелом еврейские звезды, пишет сегодня на входе своего ресторана, русских не обслуживает. Какое счастье, что многие из нас не читают американскую прессу, если бы читали, знали. 70% американцев за то, чтобы нанести ядерный удар по России. Это сколько же психологических килотонн в этом оружии, если добрые люди, набивающие попкорном у телевизора рот и огукающие своим деткам, готовы сжечь страну, которую толком не могут показать даже на карте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова